Всемогущий Бог говорит Чтение Библии на протяжении многих лет является традиционным способом верования. Отклонение от Библии уже не вера в Господа, а инакомыслие и ересь. И даже когда люди читают другие книги, то в их основе должно быть толкование Библии. То есть, если ты веришь в Господа, то должен читать Библию, и помимо Библии не должен поклоняться никакой книге, которая не имеет отношения к Библии. В противном случае ты предаешь Бога. С появлением Библии вера людей в Господа стала верой в Библию. Точнее было бы сказать, что люди верят не в Господа, а в Библию, что люди стали не читать Библию, а веровать в нее, и что они обратились не к Господу, а к Библии. Таким образом, люди поклоняются Библии, как если бы она была Богом, живительной кровью, и лишиться ее, означало бы то же самое, что лишиться своей жизни. Люди ставят Библию столь же высоко, как и Бога, а некоторые даже выше Бога. Без работы Святого Духа, будучи неспособными ощущать Бога, люди могут продолжать жить, но стоит им утратить Библию или известные библейские главы и изречения, они будто жизни лишаются. Библия стала идолом в сердцах людей, загадкой в их умах. Они попросту не способны поверить, что Бог может совершать работу вне Библии. Они не способны поверить, что люди могут найти Бога вне Библии. И тем более, они не способны поверить, что во время своей заключительной работы он может отступить от Библии и начать все заново. Для людей это немыслимо. Они не могут в это поверить и не могут представить себе такого. Библия стала огромным препятствием для принятия людьми новой работы Бога. и осложняет распространение этой новой работы им. Аминь. Хвала Господу. Всемогущий Бог разоблачает привычную нам веру. Придерживаясь традиции, я считала, что вера в Библию – это вера в Бога. Даже считала Библию выше Бога. Классические стихи из Библии были так важны для меня, что я уже не слушала гласа Божьего, особенно в вопросе встречи Господа. Я слышала, что Господь Иисус вернулся, как всемогущий Бог и открывает истины работы последних дней, но была глуха. Я могла упустить шанс Его встретить. Божье водительство открыло мне глаза на работу всемогущего Бога. Хвала Богу. Хвала Богу. Я крестилась в церкви в 2001 году и сразу же стала служить в церкви. Постепенно я стала понимать, что пастор всегда говорил об одном и том же и присваивал средства церкви. Все вокруг соперничали друг с другом. Разочарование вынудило меня отказаться от служения. Несколько лет я молилась и читала Библию сама, но я ощущала духовную пустоту. Я искала другой путь. Искала духовника, одаренного Святым Духом, который избавил бы меня от пустоты. В 2018-м я познакомилась с сестру Ли. Она рассказала о церкви всемогущего Бога. Сказала, что Господь Иисус вернулся к нам как всемогущий Бог. Тогда я усомнилась, думая, пастор и старейшины говорят, что Библия – это христианский канон, и она непререкаема. Библия лежит в основе веры, а все прочее – это ересь. Путь церкви всемогущего Бога вне рамок Библии, поэтому эту церковь нельзя слушать и нельзя читать ее книги. Я отвернулась от сестры Ли. Но потом мне стало не по себе. Я думала о возвращении Господа. Есть ли воля Господа в том, чтобы я слепо отказалась знать об этом? Господь Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Аминь. Услышав, что Господь вернулся, я должна разобраться в этом. Но помня слова пастора и старейшин, я не посмела. В ту ночь я так и не смогла заснуть. Мысли мучили меня. Я не знала, что делать. Я обратилась к Господу с молитвой, прося Его помочь мне сделать верный выбор. За следующие дни я нашла в интернете информацию о Церкви Всемогущего Бога. Я увидела негативные отзывы и засомневалась, стоит ли мне лезть. Но возвращение Господне – это очень важно. Я просто не могла слепо слушать мнение других. Я должна была разобраться. Верно. Я зашла на официальный сайт церкви в сети и нашла там музыкальный клип на гимн «Царство Христа – это теплый дом». Видеоряд был настолько трогательным, что я мгновенно увлеклась. Продолжая изучать сайт, я обнаружила там видео и фильмы Церкви Всемогущего Бога, в том числе хоралы, клипы, гимны, декламации Божьих слов, евангельские фильмы и видео со свидетельствами. Всё это было так ново и реалистично, что очень меня тронуло. И тогда я стала смотреть всё подряд. Здорово. Больше десятка видео за неделю. Беседы на этих видео были очень познавательны. Я узнала, почему религиозный мир в упадке и лишён работы Святого Духа, и как нам следует встречать Господа. объясняли, кого Бог наказывает и кого благословляет. Я узнала, в чём заблуждалась и ошибалась много лет. Хвала Богу. Я почувствовала, что церковные фильмы оказались для меня весьма полезны и назидательны. И тогда я задумалась. Церковь Всемогущего Бога не еретическая. Ведь если бы было иначе, разве могли бы её фильмы так помочь в жизни? Да. Все деноминации заявляют, что идут от самого Господа Иисуса Христа, но они не создали фильмов, свидетельствующих о Боге. Точно. Точно. Я вспомнила, как пастыры-старейшины говорили, что множество истиноверующих изо всех деноминаций приняли Всемогущего Бога. И церковь Всемогущего Бога есть во многих странах. Это напомнило мне слова Гамалиила, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Аминь. Аминь. Процветает то, что от Бога. И мне показалось, что церковь Всемогущего Бога исходит от Бога. Однако, у меня оставались вопросы. В их фильмах упоминается книга «Слово является в уплоти». Почему члены их церкви не читают Библию? Не выход ли это за рамки Библии? Пастыры-старейшины всегда утверждали, что Библия является каноном христианства и непререкаема, что самое важное для верующих – следовать Библии, а все остальное – это ересь. я все думала, но никак не могла найти для себя ответа. Я вспомнила слова Господа Иисуса. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете. Стучите, и отворят вам». Аминь. Я сказала себе, раз люди говорят, что Господь Иисус вернулся, то мои сомнения ничего не значат. Если есть хоть малейший шанс, я должна узнать все об этом. Нельзя упустить шанс встретить Господа. Именно так. Вер. Да. Вер. Правильно. Однажды, просматривая сайт Церкви Всемогущего Бога, я увидела фрагмент фильма «Выйди из Библии». Мне сразу бросилась в глаза тема. Работает ли Бог согласно Библии? Тогда я сразу начала смотреть фильм. Евангелистка сестра Ван спрашивала пастора, «По-вашему, Бог не отойдет от Библии ради труда спасения, и все за рамками Библии – это ересь? Что же было раньше, Библия или Божья работа?» Голос в моем сердце ответил на вопрос. Конечно, Божья работа была раньше Библии. Да. Сестра Ван сказала, «Бог сотворил небо, землю и все сущее, истребил мир потопом, сжег Содом и Гоморру, спас Ноя. Разве существовал Ветхий Завет, когда Он делал все это?» Нет. Нет. Ответ в моем сердце был ясен – нет. Он – начало. Он сотворил все сущее прежде, и уже затем люди написали Библию и сами. Да. Сестра Ван сказала, «Когда Бог делал свою работу, Писания не было. Выходит, работа Бога была прежде, чем ее запечатлели в Писании. А когда Господь Иисус работал в период благодати, не было Нового Завета. Более трехсот лет спустя состоялся собор с участием религиозных лидеров со всего мира. Они выбрали четыре Евангелия как свидетельство работы Господа Иисуса и добавили к ним послание апостолов церквам и откровение, записанное Иоанном. Все это было собрано и названо Новым Заветом. Процесс составления Библии показывает, что сперва Бог совершал свою работу, и потом она была описана в Библии. В Библии ничего бы не было без Божьей работы. Выходит, Бог не работает по Библии, Он не ограничен ею. Он работает в соответствии со своим планом и нуждами людей. Да. Значит, Божья работа больше о Писании из Библии. Нельзя ограничивать Библией и Его работу. На самом деле, не все за рамками Библии – это ересь. Верно. Сестра Ян из фильма продолжила. Господь Иисус совершал работу не по Ветхому Завету. Он проповедовал путь покаяния, исцелял больных, изгонял бесов и не соблюдал субботы. Тогда ничего из этого не было в Писании. Такое считалось противоречием законам Ветхого Завета. Первосвященники, книжники и фарисеи осуждали Господа, так как Его работа расходилась с Писанием. Если сказать, что все вне Библии – это ересь, не будет ли это осуждением самой Божьей работы? Будет. С изумлением я поняла, что это правда. Господь Иисус проповедовал и трудился в субботу, исцеляя больных. Подобное не описано в Ветхом Завете. Его труд выходил за рамки Писания. И первосвященники, книжники и фарисеи осудили работу Господа Иисуса как ересь. И в итоге Господь Иисус был распят, и Бог наказал их. Да. Если всемогущий Бог, вернувшийся Господь Иисус, а мы настаиваем, что все вне Библии – это ересь, не осуждаем ли мы Божью работу? Мы оскорбляем Бога. Да. От этой мысли мне стало страшно. Я поняла, что не должна цепляться за догмой. Я смотрела дальше. Сестра из фильма прочла слова всемогущего Бога. Всемогущий Бог говорит. Никто не знает, что такое Библия на самом деле. Не более, чем историческое повествование о Божьей работе и свидетельство о двух предыдущих этапах Божьей работы. Библия не дает понимания целей Божьей работы. Каждый, кто читал Библию, знает, что в ней зафиксированы два этапа Божьей работы, совершенные в период закона и в период благодати. Ветхий Завет представляет собой летопись истории Израиля, а также работы, совершенные Иеговой с момента сотворения мира и до конца периода закона. В Новом Завете записан земной труд Иисуса, который представлен в Четвероевангелии, а также труд Павла. Разве это не исторические повествования? Библия – это историческая книга. Если бы ты ел и пил Ветхий Завет в период благодати, если бы в период благодати притворял в жизнь то, что требовалось во время Ветхого Завета, то Иисус отверг бы и осудил тебя. Применяя Ветхий Завет к работе Иисуса, ты был бы фарисеем. Если ныне ты соберешь вместе Ветхие и Новые Заветы, чтобы есть, пить и практиковать их, то Бог сего дня осудит тебя. Ты отстанешь от нынешней работы Святого Духа. Если ты ешь и пьешь Ветхий Завет и Новый Завет, то находишься вне потока Святого Духа. Иисус в свое время вел евреев и всех тех, кто следовал за ним, в соответствии с работой, совершаемой в нем в то время Святым Духом. Он не основывался на Библии в том, что совершал, но говорил согласно своей работе. Он не обращал внимания на то, что сказано в Библии, и не искал в Библии пути, которым вести своих последователей. Прямо с того момента, когда Иисус начал работать, Он проповедовал путь покаяния. Это слово совсем не упоминается в пророчествах Ветхого Завета. Мало того, что Он не действовал по Библии, Он также повел новым путем и совершил новую работу. Он никогда не ссылался на Библию в своих проповедях. В период закона никто никогда не был способен совершать Его чудеса исцеления больных и изгнания бесов. Таким же образом, Его работа, Его учение, власть и сила Его слов были непостижимы любому человеку в период закона. И Иисус просто совершал свою более новую работу. И хотя многие люди осуждали Его, используя Библию, и даже воспользовались Ветхим Заветом, чтобы распять Его, Его работа выходила за рамки Ветхого Завета. Иначе почему люди пригвоздили Его к Кресту? Разве не потому, что в Ветхом Завете ничего не сказано о Его учении и о Его способности исцелять больных и изгонять бесов? Его работа была совершена, чтобы вести новым путем, а не для того, чтобы преднамеренно затеять борьбу с Библией или избавиться от Ветхого Завета. Он просто пришел, чтобы совершить свое служение, принести новую работу тем, кто жаждал и искал Его. Он пришел не для того, чтобы толковать Ветхий Завет или поддерживать Ветхозаветный труд. Работа Иисуса была не ради того, чтобы обеспечить продолжение периода закона, ибо в Его работе не принималось во внимание, лежит ли в ее основе Библия. Иисус просто пришел, чтобы исполнить надлежащую Ему работу. Таким образом, Он не толковал Ветхозаветные пророчества и не работал в соответствии со словами Ветхозаветного периода закона. Он игнорировал то, что сказано в Ветхом Завете. Его не заботило, согласовывалось ли оно с Его работой. Как не заботило Его и то, что другие знали о Его работе, или как они осуждали ее. Иисус просто продолжал исполнять надлежащую Ему работу, несмотря на то, что многие люди использовали предсказания Ветхозаветных пророков, чтобы осудить Его. Людям казалось, будто Его работа не имеет под собой никакого основания, и что многое в ней не соответствует записанному в Ветхом Завете. Разве это не было человеческой ошибкой? Неужели к работе Бога нужно применять доктрины? И неужели Бог должен работать в соответствии с предсказаниями пророков? В конце концов, что более велико – Бог или Библия? Почему Бог должен работать в соответствии с Библией? Неужели Бог не вправе выходить за пределы Библии? Разве не может Бог отходить от Библии и совершать иную работу? Почему Иисус со Своими учениками не соблюдал субботу? Если Ему следовало соблюдать субботу и практиковать Ветхозаветные заповеди, почему тогда Иисус после Своего прихода не соблюдал субботу, а вместо этого омывал ноги, покрывал голову, преломлял хлеб и пил вино? Разве все это есть в заповедях Ветхого Завета? Если Иисус почитал Ветхий Завет, почему тогда Он отступился от этих доктрин? Тебе следует знать, что было сначала – Бог или Библия. Аминь. Очень ясные и верные слова. Сестра Ван сказала, «Годами мы ставили Бога и Библию на один уровень, считая, что Его работа не может отойти от Библии, и что любая вера вне Библии есть не вера, а ересь. Но ведь Библия – это лишь летопись двух стадий Божьей работы, свидетельство о двух стадиях Божьей работы по наставлению и спасению, после того, как Бог сотворил небо, землю и всё сущее. Она не отражает всей Божьей работы в целом». Так и есть. Божьи слова, записанные в Библии, скудны. Лишь слабые намёки на Божий характер жизни, они не содержат его в полноте. Да. Бог не действует согласно Библии и не ссылается на Библию. Чтобы вести последователей, Он не обращается к ней. Его работа движется вперёд. Бог начал новый этап и новую работу. Он даёт новый путь и более великие истины, чтобы мы обрели более великое спасение. Аминь. Бала Богу. Итак, Бог не исходит из прежней работы, а значит, не действует по Писанию. Он не только Господин Субботы, но и Библия. Верно. Правильно. Он вправе совершать работу вне Библии, работать согласно своему плану и тому, что в данный момент нужно людям. Значит, Божья работа не может не меняться в разные периоды. И слова, что выход за рамки Библии – это ересь, несостоятельны. Именно. И тогда мне стало стыдно. Ведь слова подтверждались фактами. Работа Господа Иисуса вышла за рамки Ветхого Завета. Разве это не подтверждает, что Бог, как Господь Творения, работает вне рамок Библии? Именно. Да. Почему же я раньше сама этого не поняла? Мысль о том, что всё вне рамок Библии и ересь, действительно несостоятельна. Я была глупа и невежественна. По мере просмотра, беседа сестры увлекла меня всё больше. Библия – это лишь письменное свидетельство, летопись Божьей работы. В ней нет вечной жизни. Хоть это и противоречит нашим представлениям, но это бесспорно. Ведь Сам Господь Иисус упрекал фарисеев. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Господь Иисус ясно сказал нам, что в Писаниях нет вечной жизни, и пытаться найти в них вечную жизнь ошибочно. Чтобы обрести истинную жизнь, недостаточно одной Библии. Мы можем получить их только от самого Христа. Услышанное открыло мне глаза. Я поняла, что Господь Иисус Сам поведал нам, что в Библии нет вечной жизни. Бог есть путь, истина и жизнь. И только Бог даёт нам вечную жизнь. Да. Почему же я никогда не видела этого, читая Библию раньше? В самом деле. Затем сестра прочла мне один отрывок из Божьих слов. Я прочту его. Да. Теперь, когда есть более высокий путь, зачем изучать низкий и устаревший путь? Теперь, когда есть новые слова и новая работа, зачем жить среди древних исторических записей? Новые слова могут дать всё необходимое, доказывая, что это новая работа. Старые записи не могут тебя насытить и удовлетворить текущие потребности. Что доказывает, они уже история, а не новая работа. Наивысшим путём является новейшая работа, а с новой работой, каким бы высоким ни был путь в прошлом, он всё равно лишь история. И каким бы ценным он ни был, это старый путь. Пусть он описан в священной книге, старый путь уже история. Новый же путь происходит здесь и сейчас, он не описан там. Этот путь может спасти и изменить тебя, ибо это работа Святого Духа. Аминь. Да, верно. Хвала Богу. Всё верно сказано. Верно. Сестра продолжала. В Библии есть только пророчества о Божьей работе в последние дни, но это более глубокий и возвышенный этап, основанный на потребностях людей. В конце периода закона люди были развращены и рисковали быть преданы смерти по закону. Бог сам стал плотью, сошёл на землю и был распят во искупление ради людей. Бог совершил искупительный труд на основании работы закона. И хотя этого не было в Ветхом Завете, Он совершал работу, необходимую людям, согласно Своему плану. Господь Иисус не отменил закон, но исполнил его. Правильно. Ныне, в последние дни, Бог работает согласно Своему плану. На основании искупительного труда Господа Иисуса Он вершит Свой суд, начиная с Дома Божьего, чтобы избавить нас от греховной природы, спасти нас от оков греха и привести нас в прекрасное царство. Аминь. Благодарение Богу. Всемогущий Бог открывает истины для очищения и спасения, раскрывая тайны Своего плана управления. Ни в период закона, ни в период благодати Он не произносил этих слов. Эта книга из семь печатей, снятых в последние дни, Аминь. Аминь. Исполняющих пророчества из Откровения, имеющий ухо дослышит, что Дух говорится к вам. Аминь. А также, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Аминь. Аминь. Слова всемогущего Бога собраны в Библию периода царства. Слово является во плоти. Эти слова есть путь вечной жизни, который Бог дает человеку. Единственный путь ко спасению. Если мы откажемся принять это, мы никогда не обретем Его истины и не обретем вечной жизни. Да. В другом фильме я увидела слова всемогущего Бога, которые прочту вам. Да, конечно. Христос последних дней приносит жизнь, приносит неприходящий и вечный путь истины. Истина – это путь, на котором человек обретет жизнь. На котором он познает Бога и получит одобрение от Него. Если не ищешь пути жизни, что дает Христос последних дней, ты не получишь одобрение Иисуса. Не будешь достоин войти во врата Царства Небесного. Ведь ты одновременно и марионетка, и узник истории. Те, кем управляют законы и письмена, кто скован историей, не смогут обрести жизнь, не смогут обрести вечный путь жизни. Ведь вместо воды жизни, что течет от престола, все, что имеют они, вода мутная, которую упрямо пьют они тысячи лет. Аминь. Хвала Богу. Брат в фильме говорил, всемогущий Бог, Христос последних дней, открывает истинно спасение. Они изобильны и исчерпывающи, и являются пропитанием от Бога. Они открывают глаза и просвещают. Аминь. Благодарение Богу. Они показывают, что Христос есть путь истинной жизни, а также путь вечной жизни. Аминь. В период Царства Божьи слова выходят далеко за пределы Его слов периодов закона и благодати. В частности, в словах Бога ко всей вселенной из книги «Слово является воплоти» Бог впервые открыто заявил человечеству о себе, и люди впервые услышали слова Господотворения, обращенные к человечеству. Эти слова потрясли вселенную и открыли нам глаза. Благодарение Богу. Период Царства – время, когда Бог вершит работу суда и открывает человечеству свой праведный характер. Поэтому Его слова осуждают, очищают и совершенствуют. Он обрушивает бедствие, награждая добро и карая зло, чтобы явить свою праведность. Всемогущий Бог выражает истины для нашего очищения, дарует в последние дни путь вечной жизни. Это воды жизни, текущие от Его престола. Аминь. Воистину. В этот момент я осознала, что книга «Слово является воплоти» – это путь вечной жизни в последние дни. Чтобы обрести спасение и совершенство, я должна читать Его новые слова и не отставать от Его работы. Вскоре я связалась с Церковью Всемогущего Бога, и я прочла Его слова. Увидела, как Всемогущий Бог открывает все тайны. План Божьего управления, тайна Его воплощения и внутренняя история Библии – все аспекты истины раскрылись нам. Именно во истину. Именно так. Воистину. Я узнала намного больше, чем узнала за десять лет в церкви. Я принимаю работу Всемогущего Бога. Хвана Богу! Пастыры-старейшины сбили меня с толку. Я ограничивала Божью работу и слова Библии, считая, что все иное – это ересь. Люди из Церкви Всемогущего Бога говорили о возвращении Господа Иисуса, но я оглохла. Слепо веря словам церковников, я отвергала Божью работу. Я верила, но противилась Богу. До того я была слепа. Божье водительство позволило мне узнать и понять истину через фильмы Церкви Всемогущего Бога. Аминь. Я больше не поклонялась Библии слепо. Я узнала, что вера не в том, и что Библия не источник вечной жизни. Лишь Христос есть путь истинной жизни. Аминь. Христос последних дней дает нам путь вечной жизни, и лишь через веру во Всемогущего Бога обретем мы истину и жизнь. Такую веру Бог одобряет. Возможность встретить Господа – это благодать и благословение. Я благодарна Богу за Его милость и спасение. Благословение Бога. Аминь. Благословение Бога. Аминь. Продолжение следует...